Закончился матч ветеранов сборных СССР и Канады. Благодарим вас за внимание, уважаемые зрители. Желаем вам всего доброго. До свидания. Ну вот и закончился сегодня матч с командой, сборной команды ветеранов Канады. Сколько этих матчей было сыграно за нашу спортивную жизнь, трудно, наверное, пересчитать. Впервые наша сборная встретилась с канадцами в 54-м году. И, как вы помните, она победила со счетом 72. Но в то время мне было около шести лет, и я единственное, что, наверное, знал в то время, что такое шайба. Такой хоккей я тоже видел только в кино. Он назывался тогда, в конце 40-х годов, канадским, поскольку родился в Канаде. Ну и в канадский хоккей у нас играли по-своему, по-русски. Вот оно, первое поколение победителей. А это играет поколение второе. И снова главный соперник канадца. И снова сборная СССР побеждает. В середине 60-х годов мои сверстники и я упивались телерепортажами об этих матчах. Нашими кумирами становились Вениамин Александров, Виктор Кузькин, Борис Майоров. Для моего поколения встречи по-настоящему с канадцами начались в 1972 году, когда мы впервые встретились со звездами профессионального хоккея. Сколько легенд рассказывали о звездах канадского хоккея. Какие мощные, сильные броски, какие непробиваемые вратари. Ничего сверхъестественного в игре лучших канадских профессионалов не было. Такие же люди, такие же хоккеисты, как и мы. Разве что проигрывать с достоинством не умели. Но несмотря на это, мы всегда с удовольствием встречались на льду с канадцами. Да и о ней, насколько я знаю, тоже. И вот встреча, с которой я начал свой рассказ. Были мы игроками, стали ветеранами. Уже и дети некоторых из нас становятся хоккеистами. Капитан канадской команды Дэйв Косэй вручает Саше Харламову именную футболку. Сыновья наших прославленных хоккеистов, Саша Харламов, Миша Бобров, Антон Рагулин, Максим Петров вручают ветеранам хоккея Канады вымпелы и клюшки с автографами их отцов. А ведь и нынешние могут поучиться кое-чему ветеранов. У защитника Александра Гусева, например. А вратарь наш, Саша Куликов, просто молодец. Правда, нет было резвости у меня, у моего многолетнего партнера, она не тренер Александра Якушева. Чуть менее мощен стал кандидат наук Вячеслав Старшинов. Однако страсти у всех хоть отбавляет. Хоккей страстью и красен. Выиграли мы этот матч у канадцев. Приятно, конечно. Но в таких встречах важнее все же другое. Спорт сближает народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова